Привет! Я Зик Лок. Я снова в Санкт-Петербурге, Россия. Я прилетел сюда из Чикаго, Иллинойс, и уже второй раз в этом году. Я вижу здесь удивительный труд Божий. Я хочу поделиться с вами своей верой, рассказать о том, что значит быть движимым или мотивированным своей верой. Наверное, стоит начать с того, что я родился в семье верующих. Мои родители христиане, мои дедушки были пасторами. Мои родители и дяди тоже были служителями и пасторами церквей. Мы постоянно служили в церкви, жили сугубо церковной жизнью. Но для тех, кто растет в такой семье, существует опасность. Поскольку твоя семья спасена, ты начинаешь думать, что ты тоже спасен по умолчанию. Но из евангельского послания мы знаем, что каждый человек сам должен сделать выбор в своей жизни. Да, я рос в церкви. Я участвовал в церковном хоре. Я играл на ударных инструментах. Сейчас у меня не очень получается. Но держать ритм я могу, конечно. Разумеется, я был на разборах Библии, на репетициях прославления. Отец служил, родители были на каждом служении. Я вместе с ними. Но я думаю, или даже я уверен, что уже когда мне было 20 лет, когда я был в колледже или даже после окончания его, я пришел к истинному осознанию того, что мое спасение не определяется тем, что мои родители верующие. И они уже все для меня сделали, потому что они пасторы. Или тем, что я участвовал в церковном служении. Но что я должен пережить личную встречу с Иисусом? Когда ты в колледже, в высшем учебном заведении, в твоей голове начинают возникать всякие вопросы. Это возраст, в котором ты больше узнаешь о мире. Ты начинаешь читать о том, что думает о мироздании наука. И зачастую то, что мы видим в научных книгах, противоречит учении Библии, тому, чему нас учили в детстве. В голове происходит диссонанс, начинают возникать вопросы, по крайней мере. Так было со мной. У меня начинали возникать вопросы, и, честно вам сказать, в какой-то момент я начал сомневаться в том, что Иисус реален. Я начинал сомневаться вообще в существовании Бога. Но поскольку я вырос в церковной культуре, церковь стала привычным для меня местом, где я чувствую себя свободно, где у меня есть друзья. И несмотря на то, что у меня возникли вопросы и сомнения, я все равно посещал церковь. Это хорошо, что я все равно имел возможность слышать Слово Божье. И если говорить о том, что привело меня к настоящему признанию Христа, то я могу с уверенностью сказать, что я видел реальность Христа в любви между верующими. Возможно, это звучит как клише. Я видел Бога, видя любовь между людьми. Кто-то скажет, ну, любить может каждый. Но когда ты вырос в церкви, ты видишь всех насквозь. Ты видишь людей, которые на самом деле верующие только на словах. Или эти люди, которых мы в Америке называем рьяными законниками. Они готовы бить вас словами по голове. Цитирую места Писания. Они только и твердят, ты должен, ты должен, ты должен. Я видел таких людей насквозь. Они были неубедительны. Меня не пугали разговоры о Ра и Аде. Мне это вообще не цепляло. Но я убеждался в том, что Бог есть, когда видел искреннюю любовь по отношению к самым падшим людям, к тем, на кого это общество смотрит сверху вниз, в любовь к тем, кто, казалось, ее не заслуживал. Я говорю о преступниках, о заключенных в тюрьмах. Я чувствовал, что люди в церкви служат им от всего сердца, с искренней любовью. Они любили и меня такой же безусловной любовью. Да, я все еще был скептиком. Но я общался с теми, кому доверял, задавал им вопросы. Некоторые из моих друзей знали, что у меня в сердце есть сомнения. Но они не отвернулись от меня. Они были рядом и были готовы ответить на возникающие у меня вопросы. Это было сильно. Они проявляли любовь. И к таким людям я мог применить слова Иисуса. Потому узнают, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Я видел их искреннюю любовь. И она превышала весы. На этих весах, с одной стороны, были причины, по которым я не хотел верить. Но их любовь все уравновесила. И я понял для себя, что Христос реален. Иисус реален. Если оглянуться на мою жизнь, у меня была масса ситуаций, когда я реально мог умереть, когда я ошибался. И это могло привести к очень плохим последствиям. Но Бог был рядом. И теперь я точно знаю. Не могу с уверенностью сказать, что это Он во всех этих ситуациях хранил меня. И Он хранил мою жизнь. И сейчас я использую музыку в своих песнях, а также свидетельствую молодежи. Моя цель — показать им настоящую любовь. Я стараюсь искренне любить людей. Единственное, мне нужно еще работать над собой, когда я за рулем. Иногда я не управляем как водитель. Я это признаю, но я стараюсь держать себя в руках. Я стараюсь являть людям любовь во всем, что я делаю. Показывать, что Бог их любит. Даже в самой худшей ситуации. Через музыку я показываю, что есть Бог. Он любит тебя лично. И не надо даже сомневаться в том, что Бог может тебя не любить. Он всегда любит тебя, каким бы ты ни был. Он продолжает любить тебя, даже когда ты зашел, как тебе кажется, слишком далеко. Так было со мной. В Библии есть притча о блудном сыне. Это точно про меня. И я хотел взять свое наследство и уйти. И таких людей много. Дьявол обманывает их, говоря, ты слишком далеко отдалился от Божьей любви. Но через свои песни я пытаюсь достучаться до них. Нет, руки Иисуса по-прежнему простерты к тебе. Ты должен вернуться к Нему. Я подкрепляю песни личным свидетельством. И также со мной участвуют в концерте люди, которые свидетельствуют. У нас было множество мероприятий под открытым небом. И мы видели удивительное обращение людей к Богу. Бывает, что концерт проходит в жаре. В Чикаго было жарко, когда я улетал. Здесь так холодно. Летом мы проводим много фестивалей на открытых площадках под звездами или палящим солнцем. Мимо нас проходят люди. И они ничего не хотят иметь общего с Евангелем, с церковью. Но они слушают музыку и им нравится. Мы всегда играем очень ритмичную музыку. И они останавливаются, чтобы послушать. Иногда среди наших слушателей есть пьяные в стельку. Мы это видим по их виду, по запаху. И это очень очевидно по их движениям. Это, конечно, очень смешно и в то же время очень печально. Также мы видим людей под наркотиками. Мероприятия проходят не возле церкви, а где-то в парке или в публичном месте. Вокруг ходит масса разного народа. И люди под кайфом ходят поблизости весь концерт. Они подходят, танцуют, а потом в большинстве случаев начинают происходить удивительные вещи. Они часто подходят к нам и просят помолиться за них. Они просят помочь им познакомиться с Иисусом. У нас есть множество таких свидетельств. Этим мне нравится евангелизация под открытым небом. Они позволяют нам достучаться до тех людей, которые не зашли бы сами в здание церкви. Они бы не пришли в церковь, чтобы послушать слово. Они ищут людей и подходят к нам. Они ищут любви. Все ищут любви. Почему бы они не зашли в здание церкви? Я думаю, потому что зачастую в церкви люди не хотят любви. Мы как христиане должны это исправить. Мы не должны осуждать людей, но дать им почувствовать, что они любимы. потому что только любовь Христа может коснуться их сердец. Я знаю это на собственном опыте. Именно поэтому Христос и умер за нас, потому что Он любит нас. Любовь имеет эффект домино. Мы имеем массу свидетельств того, что люди приходят к Христу. Некоторые из них присоединились к той или иной церкви. Мы служили в колониях и тюрьмах, где люди за решеткой лишены надежды. Зачастую именно они обращаются к Христу наиболее серьезно. У них есть достаточно времени, чтобы плотно изучать Писание. И для них тоже срабатывает любовь. Они просто хотят знать, что кто-то их любит, что Бог не жалеет, что они оказались в аду, потому что совершили зло. Если я смогу показать им любовь Христа, то они увидят, что они приняты Богом, несмотря на их вину. В тюрьмах я служил и тем, кто осужден за убийство. Они признали себя виновными. Они осознали, что совершили тяжкое преступление. Удивительно, но есть пасторы и миссионеры, которые отказываются служить заключенным такого уровня. Они считают, что они оступились от Бога слишком далеко и не заслуживают Его милости. Возможно, они думают, что если будут служить столько низким павшим людям, они сами будут выглядеть недостойными, потому что имели дело со злыми преступниками. Хотя даже Иисус служил отбросом общества того времени. Он призывает нас поступать так, как Он. Однако, по какой-то причине не все на это готовы. Но я лично считаю, что лучший способ явить людям Иисуса, это проявлять к людям Его любовь. Это лучший фундамент и лучшая отправная точка для всего, что мы делаем. Это фундамент. И он основывается на Божьей любви к нам. Любовь, которую Бог изливает в нас, мы изливаем на других. И этим являем им истинную Божью любовь. То есть это круговорот любви. Мы знаем, что Христос царь, который скоро грядет. Мы лично верим, что Он вернется скоро. Возможно, вы тоже в это верите. Мы в это верим. Я не думаю, что мир будет становиться все лучше и лучше. Враг знает, что его время подходит к концу, поэтому зло будет набирать обороты. И единственное, что поможет людям увидеть и почувствовать разницу, увидеть, что мы другие, будет не одежда. Мы не слишком отличаемся по одежде. Сейчас христиан различают не по определенной одежде или дресс-коду, но то, что действительно отличает христиан от других людей, от людей мира, это любовь. Это сработало для меня и работает для других людей. Поэтому я хочу вдохновлять людей, являть Бога через любовь. Это мое личное свидетельство. И также я видел многих людей, пришедших к Богу через любовь. Да, возможно, это звучит как клише, но ключ прост. Ключ это любовь. любовь. от Субтитры делал DimaTorzok Находясь в России, я чувствую важным говорить о личных взаимоотношениях с Богом. Говорить о важности нашей близости с Богом, нашего доверия Ему. Говорить о восстановлении отношений человека с Богом. Здесь стоит отметить саму причину, для чего Иисус пришел на эту землю. Он пришел для того, чтобы открыть двери для нас. Чтобы мы могли вернуться к Богу. Грех разделил нас с Богом. Бог совершенен. И Он не может иметь дело с несовершенствами. То есть с нами. Когда мы в наших грехах. Но Христос стал за нас ходатаем. Он стал нашим адвокатом. Он говорит Богу Отцу. Да, они согрешили. Но Моя кровь покрыла их грехи. Я умер за них и воскрес за них. И все это ради их прощения. То есть мы сейчас имеем доступ к Богу. Библия говорит нам о том, что когда Христос умер, завеса в храме разодралась. Эта завеса отделяла святое от святоя святых. Куда мог входить только первосвященник? Кто-то должен был входить туда от имени людей. За эту завесу мог зайти только первосвященник. Но когда Христос умер на Христе, завеса в храме разорвалась надвое. И тем самым чудным образом для нас был открыт доступ к Богу. И что-то самое чудесное. Бог уже знает все наши нужды и проблемы. Он знает все ваши ситуации. Поэтому как-то нелогично бояться прийти со своей нуждой к тому, кто уже и так знает о вашей ситуации. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это открыть Библию, выяснить, что о вашей ситуации говорит Бог, и молиться по Слову. Воля Божья состоит в том, чтобы мы были исцелены. Поэтому если у вас есть болезнь в теле, будет правильным обратиться к Богу и попросить Его об исцелении. Скажите, «Господь, прошу исцелить меня». Послушайте, и Бог исцелит вас. Он может сделать это моментально. Бог в праве обратить ситуацию во благо. Но факт в том, что вы не должны бояться обращаться к Нему. Он обязательно проговорит в ваше сердце. Вы можете общаться с Ним. Молния с неба при этом не упадет. Но вы можете выражать Богу ваши просьбы, нужды и желания. Вы можете попросить Его даровать вам спасение. Вы можете прямо сейчас попросить Его, «Господь, спаси меня». Это действительно очень просто. Вы посвящаете Богу всю вашу жизнь и отворачиваетесь от греха. И начинаете каждый день практиковаться в том, чтобы искать то, что говорит вам Бог, что говорит вам Святой Дух. Каждый день открывать Библию и молиться. Вы можете молиться, просто идя по улице, или даже тихонько молиться про себя, когда вы на работе. Но через Христа двери к Богу открыты. И вам не нужно искать другие двери. Для того, чтобы прийти к Богу, вам не нужен проповедник, пастор, папа или мама. Бог имеет прямой доступ к вам, и вы имеете прямой доступ к Нему. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Только представьте, тот, кто сотворил Вселенную, кто держит ее в своей руке, смотрит на меня, «А я обычный человек, я не какой-то особенный». Возможно, вы тоже думаете о себе, что вы никто. Вы не представляете особой ценности. Что ж, мы действительно не заслуживаем внимания Бога. Ну, по какой-то причине Он любит нас так сильно, что позволил нам приходить к Нему. Итак, в Америке у нас есть выражение, Бог сидит высоко и смотрит низко, но на самом деле Он не только там высоко в небесах. Он и здесь с нами, и заботится о нас. Его интересует наша жизнь. Мы важны Ему. Важны Ему. Он хочет убедиться, что у вас все хорошо. Поэтому обращайтесь к Нему в молитве. Открывайте перед Ним свои просьбы и желания, и Его Дух будет вести вас и направлять. Вы будете возрастать в Нем. И этот рост в Боге никогда не прекратится, ведь Бог такой великий. Он будет продолжать вас удивлять. Поэтому вы можете обращаться к Нему напрямую в личной молитве. Для этого вам не нужны посредники. Вы можете сделать это прямо сейчас, сидя, стоя или став на колени. Скажите, «Господь Иисус, говори ко мне», даже если вы просто хотите сказать Ему, «Господь, я люблю Тебя, я славлю Тебя, я верю в Тебя». Даже такая простая молитва — уже хорошее начало. Никогда не бойтесь приходить к Иисусу. Он дал вам привилегию приходить к Нему. Вы имеете право говорить с Богом. Воспользуйтесь своим правом. Субтитры создавал DimaTorzok